В предыдущем видосе я пообещал, что расскажу о молодых российских режиссёрах, которые уже прямо сейчас сделали крутые работы. И если вы не видели тот видос, то прямо сейчас идите его смотреть. А для всех остальных здрасте, вы на канале Сейна, и этот ролик сразу про трёх режиссёров. Первый из них — Дарья Власова. На её счету только три фильма, только два из которых находятся в открытом доступе. Однако говоря о будущем российском кино, нельзя обойти её стороной. Дарья родилась в Москве в 88-м году, поступила во ВГИК в мастерскую Меньшова, и там в качестве дипломной работы представила свою короткометражку «Масоны». Картина повествует о жизни одного из лож масонского ордена в современной России. Оно состоит из автослесаря, библиотекаря и ещё троих покрытых тайной лидеров. При разгадке очередного шифра из садового журнала они узнают, что их ложа расформирована. Масоны решают вычислить местонахождение верховного мастера и узнать, в чём же дело. Фильм получился динамичным и забавным, а на дипломном показе журнал «Оппипл» назвал масонов самым смешным и остроумным из всей программы. Позже фильм поучаствовал в конкурсе «Кинотавр», где получил диплом гильдии киноведов и кинокритиков с формулировкой за ироничный и жалостливый взгляд на российское мужское общество, потерявшееся в пустыне реальности. В одном из интервью Власова говорила, что планирует сделать из масонов полный метр и выпустить его в кинотеатрах страны. Фильм получил огромное количество наград, перечислять которые я даже смысла не вижу. После этого Дарья сняла ещё и анестезию и фильм «Молоко», который ещё не доступен для онлайн-просмотра. Но когда он будет доступен, знаете что? Скорее всего я вам его порекомендую. Можете подписаться на паблик, там я выкладываю кучу всего всякого интересного и скорее всего там будут фильмы Дарьи Власовой. А пока посмотрите «Масонов», потому что потом он выйдет в кино и все ваши друзья такие «Блядь, ты видел как это охуенно?» А вы будете говорить «А мне Сейн посоветовал, я короткометражку видел». Антон Ланшаков. Антон закончил гидр в 2009 году. В качестве дипломной работы представлял фильм о работе реаниматологов под названием «Уже не мёртв». Фильм получил первое место национальной премии «Страна» и гран-при фестиваля «Арт-кино». Но это не особо интересно. Спустя три года Ланшаков снимает фильм «Не сказка». Это первая его детская работа. Что иронично, этот фильм взял гран-при на фестивале «Сказка». Но это тоже не особо интересно. А интересно то, что спустя год после этого Ланшаков решает принять участие в конкурсной программе «Джеймсон Фёрст Счёт», за победу в котором давалась возможность снять фильм с Уильямом Дефо в главной роли. Один из креативных директоров проекта Кевин Спейси, да, тот самый, лично выбрал работу Антона и сделал его одним из трёх победителей. Так Свет увидел фильм «Человек-улыбка», повествующий о мужчине, который после трагической автокатастрофы был вынужден всю оставшуюся жизнь улыбаться. Отлично. Я думаю, вам 150 тысяч раз его рекомендовали, и вы видели, вау, фильм с Уильямом Дефо, какая-то короткометражка, это снял русский парень, да, реально. Сам Спейси потом комментировал свой выбор так. Вообще много было претендентов, сложно было выбирать лучшие фильмы. Был целый ряд факторов, по которому мы всё-таки отобрали фильм Ланшакова. Это было связано и с моими соображениями, и с условиями производства картины. У Антона был убедительный и интересный сценарий, мы решили дать ему возможность. И, видимо, не зря, потому что фильм получил отличные отзывы критиков, и, как вы знаете, стал интернет-хитом. А сам Ланшаков приобрёл необходимую ему известность в кинокругах и начал заниматься собственными проектами. Они в основном детские. Проект «Бумажки», проект «Мимимишки», и спустя два года он создаёт собственный мультсериал «Герои Энвила». И, казалось бы, мультфильм и мультфильм, но это первый мультфильм за последние 25 лет российский, премьера которого прошла на телерынке M.I.P. Junior в Каннах. В Каннах. Сериал повествует о четырёх подростках-фанатах видеоигр, которые нашли способ попасть в одно из таких видеоигр. Там огромная куча отсылок к геймерской культуре, к, в принципе, современной массовой культуре. И если у вас там есть младшие братья, или вы просто жуткий фанат мультипликации, то настоятельно рекомендую. Потому что сериал продолжает выходить и набивать себе цену, и вообще, возможно, Ланшаков — это будущее современной российской мультипликации. Дарья Лебедева. Это единственный режиссёр из всей подборки, который начал снимать, не имея при этом кинообразования. Дарья родилась в городе Иванове, где получила первые свои два образования. Одно по специальности дизайнер, второе по специальности специалист по рекламе. Однако, как говорит сама Лебедева, ни к тому, ни к другому её не особо тянуло, она хотела снимать кино. Дарья начала со съёмок простеньких клипов, а, влюбившись в видеографию, прошла киношколу Александра Митты. В 13-м году Лебедева снимает свои первые короткометражные работы «Одна любовь и по пути». Это простые, немного наивные фильмы о человеческих ценностях и переживаниях. Они быстро нашли своего зрителя. Оба фильма приняли участие в фестивале имени Тарковского «Зеркала» и ещё в парочке фестивалей. И, естественно, собрали награды. Вообще, все в этой подборке постоянно собирают награды, можете сами их нагуглить, мне просто не хочется их перечислять. Получив локальную известность, Лебедева не растерялась и сразу же собрала в своём родном Иванове творческое объединение «Наследники», вместе с которыми они работают до сих пор, но тогда они сняли самую известную и, на мой взгляд, лучшую работу Лебедевой каждой 88-й. Следующий. Держи. А это значит, есть ваша судьба? Она самая. Она только решает, где и кем ты родишься. И может, станешь индейцем, а может, корейцем, а может, даже женщиной. «Каждый 88-й» — это сатирический взгляд на реинкарнацию, через которой поднимаются проблемы людей с ограниченными возможностями. Так же, как и предыдущие работы режиссёра, «Каждый 88-й» — это простая история о сложном, которая снята по-современному красиво, и, несмотря на непростую тему, смотрится легко и не пытается выжимать из зрителя слёзы. Картина вошла в 38-ю программу Московского международного кинофестиваля, а также стала лауреатом Каннского. Но какая разница? Очень крутой фильм. Посмотрите, каждый 88-й. Забейте на... Смотрите, короче, понятно? Сейчас Дарья Лебедева вместе со своими наследниками делает кинопоказы в Иванове, снимает коммерческие и авторские проекты. И вот вам яркий пример того, как человек с самого начала без кинообразования просто хотел снимать, начал снимать, и мало того, что делает, производит видео, кино, клипы. Он ещё и организовывает досуг в собственном городе. Он организует вокруг себя творческих людей. А знаете, Иваново звучит не особо, как Лас-Вегас. И вы можете так же. Ты знаешь, где кнопку подписки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok